Всем привет! Вы на канале Polyblame. Меня зовут Наташа, я мама Полины. Продолжаем разговор про youtube. И сегодня я вам расскажу про расширение для google chrome совет IQ, которое позволяет проводить анализ и аудит вашего канала. Где его скачать? Прикрепим ссылочки, бесплатно регистрируйтесь и пользуйтесь. Есть еще и платные версии, но мы пользуемся бесплатно и нам вполне достаточно. Как она выглядит и что она дает? Заходим в наш канал, мы уже авторизовались, зарегистрировались. У вас появится такой значок на панели вверху и при нажатии на него вы можете тут проанализировать. В том числе можете увидеть кто у вас в подписчиках. Нажимайте подписчики и вы видите людей, которые на вас подписаны. Какими функциями пользуемся мы? Очень нравится нам функция достижения. Нажимайте на эту галочку и вам показывается достижение за определенный период. Очень нравится здесь подписчики. Первое у нас было 100 подписчиков. Тут красивая такая рамочка с логотипом канала выходила, 100 подписчиков, с кубком, с медалькой. Все очень здорово. Также можете анализировать сколько у вас просмотров, сколько у вас загрузок в этом месяце по отношению с предыдущим, сколько лайков. Также здесь идет прям часы просмотров. Если вы знаете, для того чтобы подключить монетизацию вам нужно, чтобы на канале было не менее 1000 подписчиков и 4000 часов просмотра. Аудит и анализ именно гугловский, ютубовский он показывает в минутах, а именно это расширение она показывает в часах. Вот различные у вас тут показатели и даже показывается у вас видео, которое с лучшим результатом, с большим числом просмотров и так далее. Очень мы любим нажимать на эту вкладочку. Бывает нажимаем ежедневно и радуемся маленьким победам. Также можете нажать тут аудит канала. Вот видите, то есть у нас подписчики в этом месяце получается у нас меньше подписчиков, чем в предыдущем. Но зато время просмотра у нас увеличено. Ну а также анализируйте, какие видео нравятся людям, какие не нравятся. Все здесь можно увидеть. Также здесь есть, видите, у нас есть видео без конечных подсказок. Сюда нажимаете, можно добавить. Но это у нас видео, которые были сняты на телефон и они были вертикальные. И если туда добавить конечную заставку, то конечная заставка перекрывает видео. Поэтому мы это не стали делать. Вот у нас три видео, которые не включены в плейлист. Тоже если сюда не нужна, у нас покажутся какие это видео. Мы еще не придумали куда их отнести, но обязательно нужно их добавить. При желании нажимаете на карандаш и добавляете в плейлист. Очень интересное расширение. Очень много подсказок. Также можете посмотреть, что сейчас смотрят, для того, чтобы понять, что снимать, что людям нравится и так далее. Есть и другие расширения, но нам почему-то приглянулось это, и оно бесплатное. Если у вас другого расширения не стоит для анализа вашего канала, то обязательно попробуйте. Вот даже никуда не нажимая, появляются сразу вот такие вот показатели, то есть тут уже можно проанализировать. Вот за последние 60 минут у нас 23 просмотра, за последние 48 часов 346 просмотров. А самое главное забыли вам сказать, что дает это расширение. Когда нажимаете на видео свое или конкурент, то у вас тут же высвечивается такая информация, сколько просмотров этого видео, какова его длительность, оценка по видео, также подсказка. Анализируйте видео либо свое, либо чужое, сколько слов в описании, сколько конечных заставок, теги, не теги. Также у вас чек-лист оптимизации видео есть. Если вы там чего-то не поставили, у вас тут стоит вот крестик, допустим, у нас заголовок есть, теги есть, описание есть, подсказки есть, конечные заставки есть, значок видео есть, наличие субтитра видео есть, ответили вы на последний комментарий, да, поделились на фейсбук, на фейсбук нет у нас, нет страницы на фейсбуке, добавлено ли в плейлист, публичное или нет, также вы видите теги этого видео, что очень удобно. Сняли вы какой-то челлендж, вы знаете, что этот челлендж очень популярный, заводите вот здесь вот в поисковике этот челлендж, ну вот как у нас было, йога челлендж, да, допустим, йога челлендж. Обычному пользователю теги канала не будут видны. Что вам нужно сделать, да, чтобы ваше видео поднялось немножко вверх? Вы можете скопировать теги канала и добавить свои. Выбирайте видео, если у вас детская йога, то выбирайте детская йога. Вот, допустим, йога челлендж детский, да, мисс Николь. Вы хотите скопировать теги канала. Находите теги канала, копируете их, вставляете себе, чтобы не выдумывать, какие вам надо написать теги. Выдумывайте себе ненужные, удаляйте, нужные вам прибавляйте. Также вы можете эти теги скопировать у нескольких каналов. Во-первых, вы видите, какие популярные теги, какие нет. Также, когда вы будете теги вставлять, вам расширение будет делать подсказки, какие популярные теги можно добавить к вашему видео. Ну, на этом, пожалуй, всё. Всем спасибо. Подписывайтесь на канал. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. И смотрите все наши видео на тему YouTube. Всем удачи, всем пока-пока.